В стационарное отделение Московского областного центра охраны материнства и детства поступила новая партия оборудования. Медицинская техника, предназначенная для нейрохирургических операций, о её возможностях нашей съёмочной группе рассказали врачи детской больницы. Фиксируются вместе с анестезиологическими трубками, со стерильным бельём, инструментарием и начинается операция. Во время сложных нейрохирургических вмешательств важно каждое движение. Голова пациента должна быть чётко зафиксирована и не сдвигаться ни на миллиметр. Справляться с ювелирной работой врачам поможет новое оборудование – интероперационный головодержатель и ультрасовременный микроскоп с высокоточной оптикой. Позволит наиболее точно приближаться к патологическим очагам в области головного мозга, что сократит время исследования головного мозга интероперационного. А ещё новый микроскоп позволит проводить любые виды нейрохирургических операций. Раньше сложных пациентов со всей Московской области везли в столичные клиники. Теперь всю необходимую помощь готовы оказать в Люберцах. Конечно же, мы работаем очень плотно с Минздравом Московской области. В поле зрения всегда держит, что касается медицины, губернатор Андреевич Воробьёв, потому что все эти вопросы решаются, когда есть такой общий подход, когда есть какие-то общие требования. В целом этот год оказался урожайным на новое оборудование. Высокотехнологичная медицинская техника поступила в отделение хирургии новорождённых и в реанимацию. Комплектация нейрохирургического блока продолжается. Это первая партия оборудования. Часть оборудования, вы видели, стоит ещё пока в ящиках. Оно ещё не распаковано. Должны приехать представители фирмы распаковать это оборудование и ввести его в строй. И до конца октября мы получим полный перечень оборудования для отделения нейрохирургии. Помощь маленьким пациентам здесь оказывают в круглосуточном режиме. Детское отделение нейрохирургии Московского областного центра охраны материнства и детства – единственное в столичном регионе.